Алё, Люся, это я могу, но я сыграю честно и по-другому я признаться не привык. Пусть время и судьба не лучшие гримеры, по-прежнему кружит страстей водоворот. Над жизнью я шучу, без пауз и повторов, сначала я над ней, потом наоборот. Фима, спасай ситуацию. После твоего концерта в Благовещенске мы с друзьями разошлись во мнении. Они начитались с твоих интернетных постов, блогов, записей, дневников и так далее. Поняли, что ты очень глубокий человек. И такого глубокого человека хотели увидеть 23 февраля на сцене ОКЦ эстрадного артиста. А я говорю, как вы себе это представляете, народ-то идёт на Шифрина, того, которого они много лет знают и так далее. Ну так вот, что показываем сегодня на эстраде? Мы на эстраде покажем нашего вечного эстрадного героя. Эстрадный герой не может быть автором постов, блогов и статусов в интернете. Эстрадный герой – это человек, который, прежде всего, смешон тем, что он не похож на нас, как нам кажется. А не похож он тем, что он мельче, глупее, неуклюже. А обязательно нужно, чтобы он был глупее? Ну, понимаешь, мы не можем переломать традицию, по которой человек смеётся над... То есть смеётся над глупостями, да, как бы так? Человек смеётся над несоответствием миру, окружающим. Это... Даже самые высоколобые блогеры никогда не смогут переломить эту тысячелетнюю традицию. Кое-что я про это знаю. Занимаюсь этим почти 40 лет. Поэтому идти на концерт, как на лекцию, трудно. Я занимаюсь этим героем уже много лет. Это человек, который делает наш мир несовершенным. И от того, что он несовершенен, он смешон. Поэтому мирить никого ни с кем не надо. Богу-богово, статусы статусами, посты постами, заметки заметками. А эстрадный дурак останется таким, каким он был. Ебим! Шибрим! Утром в подъезде объявление. Желающий приобрести слитки золота по цене рубль за килограмм. Просьба сдать вечером тысячу на оформление купчей. Вечером пришли все, деньги сдали, спрашивали, где золото? Она говорит, кто ж его знает? Он говорит, не знаете, ищите. Говорит, некогда нам искать, нас самих ищут. И ушли с деньгами. Лето, время солнца, позитива и наслаждений. Откройте вклад «Солнечный» в Тембербанке и получайте «Солнечный» позитив. Клад «Солнечный» отличается высокой процентной ставкой, возможностью досрочного расторжения, ежемесячной выплатой процентов. А в подарок – карта Visa Gold. Информация по адресам Шевченко, 28 или Чайковского, 7. Телефон 220-506. Любимый вклад в любимом Тембербанке. Дорожное радио представляет. Юбилейный тур Игоря Николаева. Только 18 ноября. Общественно-культурный центр. Начало 18.30. Информационный партнер телекомпания «Альфа-канал». Добрый вкус и богатый аромат мясных изделий Романова. Ароматная буженина, колбаса докторская, а мясные чипсы. Пробовали? С любовью делается. Потому и так вкусно. Романов. Качество превыше всего. Мне очень нужно только, чтоб снова был полон зал. Фим, говорят, что у евреев очень грустные глаза. Я, конечно, за всех сказать не могу. Фим, но я наблюдал твои детские фотографии, подростковые, юношеские. Там уже первые шаги в виктюковских спектаклях. Фим, у тебя грустные глаза. Что я должен сделать с ним? Вставить линзы, которые как-то веселят. Одинокий, 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 у меня мужик. Я, пожалуй, раньше срока к одиночеству привык. У меня есть подружки, одинокому подстать. Неизмятая подружка и двусмальная кровать. Буквально сегодня ночью наткнулся в интернете на крохотную видеозапись интервью твоего папы Залмана Шифлина, который говорил, что очень не желал, чтобы ты был артистом. И даже приводил там пример, он рассказывал, что в лагере были такие гуманитарии, которые не могли, им всем было тяжело. О, да. Я считал, что артистом будет хорошо, но надо иметь вторую профессию. Или, вернее, первую, а потом артисту уже будет вторая профессия. Потому что жизнь это очень сложная. Всякие вещи бывают непредсказуемые, и человек должен иметь всегда что-то такое, которое могло бы обеспечить. Я, наверное, заметил в лагере, что все гуманитарии, они себя плохо чувствуют. Они работают на общих работах, они не могут себе устраивать жизнь. Скажи, пожалуйста, вот до своего ухода он успел признать тебя как артиста все-таки? Папа не стал в 95-м. Вот он, в отличие от мамы, еще побывал на моих концертах. Мы никогда не говорили о том, что я делаю на сцене. Он был достаточно деликатен для того, чтобы уважать мой выбор. К слову сказать, он никогда не говорил, что не хотел бы, чтобы я стал артистом. Он всегда говорил о том, что я мог бы сделать другой выбор. Пусть будет побочный артист, но еще что-то имеет за плечами. Всегда что-то, чтобы спасло бы мою жизнь, допустим, в его жизненной ситуации. Когда он оказался в лагере за колючей проволокой, среди колымских снегов. Вот чтобы я что-то умел делать помимо этого. Но, понимаешь, жизнь такая штука, она самый быстрый учитель. У папы моего ведь тоже не было такой... Он не учился на вальщика леса, он не научился ни на золото добычика, он не учился ни на вальцовщика, ни на крыжовщика. Но жизнь проделала эту метаморфозу с ним, и он выжил. Именно вот благодаря этой легкой обучаемости. И благодаря тому, что он быстро учился у жизни. И жизнь, надо сказать, очень стремительно учила всех, кто в 1938 году оказался за жизненной чертой. Мне бы дом мой с тобою остаться, А возьму и куда-никуда Просто так убегу Повидаться С тем, чего не видал никогда Ты прими меня с ума Дом покину ты мой Без дороги есть дома Нет дороги домой Без дороги есть дома Нет дороги домой В 10 лет из тех самых колымских снегов, про которые ты только что сказал, мы переехали в Юрмалу. И до недавнего времени Юрмала, это такая, когда дарить юмора Веселье, когда приезжал Кевин, когда приезжали там, что там еще новая волна там проходила и так далее А Юрмала где-то учился в универе, А Юрмала где-то среднюю школу заканчивал Как-то вот становится не нашей Юрмалой Она может и была не нашей, но как-то она была потолерантнее Вот тебе грустно от этого или нет? Можно тебя об этом спросить? Слушай, ну если я сейчас буду собирать поводы для грусти, они найдутся не только в связи с Юрмалой Их за окном вон сейчас Я могу сказать про новый благовещен Чего вы такое настроили за последние годы? А что тебе не нравится? Скажи Ну понимаешь, когда я иду по городу, который сохранил черты старой заботы об архитектуре, когда он сохранил какие-то архитектурные решения каждого дома наблюдать вот этот вот чистокол какой-то небрежности, какой-то вообще неуважения к человеческому жилью Но если я буду как, понимаешь, откликаться на каждый повод Я прежде всего артист, да? Понимаешь, делать каждый раз заявление по поводу всего Как сейчас принято, актеры комментируют Да, и сразу с кем вы мастера культуры, да? Такая советская Экономическое положение, падение рубля, котировки доллара Взгляд на воспитание, просвещение, санкции Кто такой актер? Не знаю, мне кажется, что я как-то свое место знаю Несмотря на то, что раздаю бесконечное количество интервью Отвечая там на какие-то бесконечные вопросы о том, что не касается моей профессии Каждый раз словлю себя на том, а зачем? Зачем я это делаю? Но Юрмала – это город моего сердца, детства Там можно еще каких-то много высоких слов произнести Чуть более пафосных, чуть менее пафосных Но Юрмала здесь, я ничего не смогу сделать с этим Поэтому моя боль – это такая отдельная боль От того, что я там каждый год не смогу приезжать на фестиваль Но я смогу приезжать туда как турист Я смогу приезжать туда как человек, который По такому же свободному выбору, допустим, приезжает в Париж Не обязательно как актер Она не наша уже Мы стараемся догнать, зацепить все, что от нас уходит Но давайте сначала справимся со своим Давайте устроим фестиваль в российском городе Давайте такую же крышу вознесем над каким-то заброшенным Никому не нужным концертным залом В котором уже все прогнило И скамейки, и стены Давайте, если жизнь так ставит нас перед выбором Что мы лишаемся чего-то не вполне нашего, чужого, да? Уже чужого Ну давайте у себя что-нибудь сделаем Ничего страшного Что такого? Ну, ушла жена Дети выросли Мало ли что случается в семьях Но надо же продолжать жить Ничего бесконечно сокрушаться о том, что в Юрмале не будет того-то, того-то и того-то Может быть, в силу возраста своего Может быть, в силу того, что я много видел Но я много с чем расстался, чего мне жаль У меня никогда теперь не будет родителей Кроме как в моих снах Я с этим ничего не смогу сделать Значит, я примирюсь с той жизнью, в которой я сирота Значит, я буду жить так, как положено жить сироте Я вспоминаю и уважаю память родителей Чего бесконечно носиться с этим сожалением о Юрмале? Ну, нет ее и нет Ой, расстро... Да, бля-бля-бля-бля-бля А у нас было пианино «Беларусь» А чего вы его не настроите? Потому что чудес не бывает И всегда надо помнить о том Что и дом, как живой Забывает Позабывших о доме своем Фим, у тебя есть ощущение, что в Фейсбуке Где-то такой активный Как ты на спектакле даже на своем говоришь? У вас какое образование? У меня диплом искусствоведа Киноведа И театр-я-гер После перечисления всех регалей, ты еще говоришь Я еще и активный блогер, и зал смеется Да, это в Путанах, да В Путанах ты вставочку такую сделаешь, да Вот этот активный блогер ощущает, что его очень много читают Вот ты там написал про прощенное воскресенье, да? И я вот приду, что мне лента Фейсбук сообщает Это понравилось Тимофею Федорову, Алике Смеховой, Анне Тереховой И еще 2468 другим Ты понимаешь, сколько людей? И ты там даже, когда они тебе сообщают, что мы уходим с вашей страницы И ты так в ответ Да Уходите молча, что вы мне об этом пишете? Да, отдельная тема Я никогда не думал, что счет пойдет на тысячи И потом уже на десятки тысяч Да, да, да 38 тысяч подписчиков и 5 тысяч друзей Значит, это 43 тысячи, это стадион Понимаешь, очень легко взобраться на броневик Прокричать всех, я отдельный, я такой весь в белом И, пожалуйста, что скажу, то и закон Так не бывает Если я опускаюсь в диалог Слово диалог очень неверное Это полилог получается, да Если я опускаюсь в разговоры, общение с таким количеством людей То это такая мера ответственности При которой я не могу себе позволить Во-первых, ругаться Во-вторых, истерить В-третьих, все время поворачиваться спиной Ну, слушай, ну неадеквата столько Вот, у меня один раз успокоил один израильский психиатр Он, видя вот эти самые, значит, всевозможные фейсбучные баталии Однажды написал мне личное сообщение, довольно короткое Он сказал, что он работает врачом в израильской клинике И люди там с психическими отклонениями Или просто на срыве эмоций Или там в период обострения того или другого психического заболевания Чем они занимаются в свободное время от процедур? Они садятся за ноутбуки Вот и пишешь Туфли порвал, ходить не в чем А че ты все ходишь, Василий? Уж не с жиру ли ты бесишься? Поэтому он говорит, Ефим, не очень принимайте близко к сердцу Уж так уж, уж так уж, так уж Если вот там вас кто-то заводит Ну, во-первых, не заводит до такой степени, чтоб я там Ну, не знаю, не заводит ли Даже твои замечания про наш форум И то они уже о чем-то говорят Ну, да, но, слушай, ну я живой человек Я не робот, я все время об этом говорю Но иногда, да, иногда вот полезно остудиться знанием того Что иногда приходят просто, ну, люди не совсем здоровые И оскорблять я их тоже не имею права Назвался груздем, полезай в кузов Если тебя назвали публичным человеком Хотя я не понимаю, что такое публичный человек Публичный человек каждый, кто выходит на связь в виртуальном пространстве Ты, я, мы, Маша, Петрова И вот эти две-три тысячи лайков Мне кажется, что виртуальное пространство их всех делает публичным Почему я публичнее их? Но Маша себе может послать там, позволит себе послать Потому что эту Машу никто не пошлет, а артисты А ей, Маше, особенно приятно это сделать при большом скоплении народу Потому что она как стриптизерша Сразу она, у нее какое-то особое аргиастическое ощущение От того, что сотни глаз прикованы к ее вот такой эскападе Она нахамила какому-нибудь известному лицу Это особый восторг Потом будет этим гордиться Да А вы этот самый, свои-то ресурсы видели в интернете? Там, Амур и Льфо Каждый день я видел Своих комментаторов вы видели? Вы своих-то комментаторов видели? Вы вообще себе представляете, как должен выглядеть человек Который берет клавиатуру только для того, чтобы написать гадость Фим, наши комментаторы ничем не отличаются от твоих Это все, мир везде одинаковый С чего создан день такого человека? Вот утром вместо зарядки написал гадость и успокоился Другое дело, когда Фима Шефрин ночью пишет, в три часа ночи Что вот не спится, есть, спокойное время почитать Например, сейчас о том, на чьих костях, возможно, стояла моя гостиница И выкладывает там амурозавров, динозавров Ну, на самом деле интересно Понимаешь, я каждый раз, когда приезжаю в какой-то город Мне интересно узнать о том, где я поселился на три дня, допустим Что здесь было вообще до меня А до меня тут были, оказывается, динозавры И оказывается целое кладбище динозавров И по одной из гипотез, на месте нынешнего, да, вот этого преамурия Вообще вот этих благовещенских широт Когда-то были джунгли, когда-то были субтропики И на самом деле эти кости реально существуют И воображение, особенно когда не спится, разыгрывается И тебе кажется, что здание, корпус гостиницы покачивается Ты смотри, ну надо Можно я конфету съеду? А две? А три? Подавиться? Первый заметный эфир был, конечно В 83-м В 83-м году с Люсей Это был «Вокруг смеха» Да Но в узких кругах я стал широко известен С другим монологом, который написал Семен Нальтов Это был экскурсовод в картинной галереи Кающаяся Мария Магдалина Который потом и Орла Зорова у тебя там что-то обыгрывал на бенефисе Да Но вот этот монолог очень долго не давали в эфир Сейчас уже смешно даже представить себе почему Наверное, из-за единственной фразы «Кое-кто на Западе» Кое-кто на Западе Полагает, что это калибри Но наши ученые Сумели опознать в них диких уток И, наконец, в центре кульминационное пятно Картины, видите, сама Мария Магдалина Распущенная, как попала в волосы Говорят нам о распущенности Марии в прошлом Но правая рука уже почти полностью прикрывает трепетную грудь Значит, в Магдалине заговорила вот такие совесть Эта Магдалина в моей жизни появилась гораздо раньше Люси А Люсю я воспринимал все время как какой-то такой, знаешь, бонус Такой на поклоне Исполнил там Магдалину А прежде чем уйти, я всегда там звонил Люсе А из-за тогдашних цензурных ограничений У меня были не самые простые отношения с телевидением в начале моей жизни Так получилось, что Люся выперла Вот Люся со своим бюстом выперла И говорят, что ты не очень любишь вот эту вот Люсю И я, честно говоря, из-за того, что она мне так насолила в жизни Ну, во-первых, она мне сделала актером одной маски Во-вторых, меня так часто воспринимали через призму этого непутевого персонажа Меня путали с ним Телевидение вечно просило монологи Их же было очень много Я звонил и звонил А как Люшкин все писал и писал Она мне уже вот здесь сидела Мне кажется, что она прогрызла мою печень Мне казалось, что вот У меня же, я же могу уже вот Я же вот еще могу чего А оказалось, и все И этот голосок, и я его уже слышать внутри себя не мог И, к сожалению, вот она Я расстался с ней, ты представляешь На пороге тысячелетия В 2000 году я уже ни разу ей не позвонил Но она так наследила в моей биографии Что 15 лет я с ней не встречаюсь Не знаю, где она живет По-моему, она умерла Алло, Люся, чтоб ты сдохла Чего ты ее лишний скажешь? Алло, Люся, живи на здоровье, только без меня Люсичу не люблю А че ее любить? Люся я одновременно обязан И у меня есть поводы ее не любить Веские И все равно в 85 году был твой первый ссорный концерт В основном состоящий из произведения Клюшкина А в 2015 ты приезжаешь в Благовещенск И в одной из самых первых миниатюр Тем не менее я ее слышу, сидя в зале Ты говоришь, ну моя жена же Люся Да, это нарочно такой ход Я же сказал, что я мосты навожу и не развожу Вот я мост к ней и перекинул Хотя она, кстати, у Трушкина наоборот Это его монолог У Трушкина всех героиней почему-то зовут Галей Так вот, она в оригинале была Галей Но чтобы выйти и произнести первые слова на сцене От лица моего придурка Я, конечно, вспомнил Люся Да, да, да Ого А будь костюмы Фима Шевина Да, точно, мои костюмчики все С чем же я расстался, дурак? Если с пропуском на эстраду мы разобрались То пропуск на театральную сцену, наверное, не ошибусь Это, конечно, Роман Григорьевич Виктюк Он не оформил его, подписал за штампировку Спектаклей, начиная со студенческого театра МГУ Это, конечно, Роман Григорьевич Да Ну, с Роман Григорьевичем много всяких историй было связано, конечно И эпатажные спектакли, и скандальные, которые по 20 раз игрались И которые по много лет игрались и играются те же путаны, да? Ага Скажи, а вот, ну буквально коротко про спектакль «Коза», да? Много об этом тоже рассказывалось, да? Ох, не приближайся мне, оставайся там От тебя пахнет козлятиной От тебя пахнет навозом От тебя пахнет тем, что только может пахнуть Не подходи Стиви, я люблю тебя Черт, вас побрал Черт, вас побрал Ты называешь это одной из значимых для тебя работ Вот по каким основаниям? Густая пьеса, в ней много всего В ней, она, бывает, драматургия такой степени плотности Что ты не знаешь, что там становится главнее Или ирония, или сарказм Или такая версификация мифа, вот этого, соития с животным Но, понимаешь, народ замученный нарзаном А в моем случае народ замученный попсой Моими эстрадными персонажами Вообще упрощенным взглядом на искусство Козе просто не повезло на сцене Она, вот эта многоэтажность Которую навалил, да, Виктюк И состряпал из этой пьесы Это были замечательные репетиции Он был в восторге Он все время был в восторге Он на некоторых сценах, там был длиннющий диалог Где я просто, диалог состоящий из того, что моя героиня говорит А я просто молчу и курю Он мог просто вот замирать и вот так вот смотреть И все, ну, что они делают? Он говорил, что они делают? Как так можно? Это Виктюк-то, который вообще не может секунды провести, чтобы не орать В чем дело? Что кто-то скажет, кто-то обнаружит То есть я могу делать все, что мне угодно Вот именно Причины не имеют значения Имеет значения, что об этом кто-то узнает На чем-то нас могут застукать, а на чем-то нет Нет! 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 Слава Богу Все так просто Почему никто не понимает Как мне одинок Бывают пьесы, которые вот не ко двору приходятся По причине того, что сейчас за окном Не по причине того, что язык этот Олби Ну, не очень лег на нашу почву с таким Кстати, эта пьеса прошла со скандалами на Бродвее Слушай, ну кроме любви к Казе Там же еще есть признание сына отцу, да? Да, я гей, пап, я с тобой бы спал бы Если бы там на батуте когда прыгал Да там все эпатажно Когда ты говоришь, что этот спектакль не пошел в том числе И, наверное, из-за неверных решений Из-за неверных решений Романа Григорьевича? Я не могу взять на себя смелость так сказать Ну, общих У Виктюка попробуй там общие решения Но мне кажется, что может быть Какая-то доля ошибки была в том, что Юмор, который вложил Волби Он как-то потерялся в решении Роман сгустел очень краски Она стала трагичной, драматичной Еще эта музыка И этот, как его, звукоряд весь И мрачное оформление Я люблю человека, который Эту яму Я люблю его Бабы, я люблю тебя Да ты же сказал, что тебе не нравятся пожилые мужчины А для меня уже не важно Как долго длится время радости Я смотрю уже бесстрашно Глазами юности и старости Субтитры сделал DimaTorzok